Я думаю, что лучше, чтобы вы не хлопали, чтобы сохранить время. Сегодня я представляю нашего старейшего поэта Нору Круг. Родилась Нору в 1920 году в Хребине. Работала журналистом в Шанхае и Гонконге. В Гонконге начала писать стихи на английском и выпустила в 1975 году свой первый сборник. Она дружила с ведущими поэтами восточной эмиграции, Валерием Перевешанным, Ларисой Аттерсом. Была знакома... Не слышно поближе к микрофону. Мне сказали подальше идти. Наоборот, ближе я детского... А, извините. Все. Она дружила с Валерием Перевешанным, Ларисой Аттерсом, была знакома с Вертинском. С 1976 года живет в Австралии. Здесь Нора серьезно заявила о себе как англоязычном поэте. В 1993 году она выигрывает австралийскую литературную премию Джоан Стон Эворд в 2000-м премию Союза писателей женщин Австралии, автор трех сборников на английском. При этом Нора Фрук остается русским поэтом. Ее стихи на родном языке вошли в сборник «Русская поэзия Китая. Москва» 2001 года. Она публиковалась в периодических изданиях России, Америки, Китая, Израиля и Австралии. В 2008 году Нора Фрук стала лауреатом литературного фестиваля «Антиподы. Русская литература в Австралии». Переводится с русского на английский стихи Волошина, Куджавы, Алигер и других поэтов. В 2013 году вышла первая книга стихов на русском языке «Я пишу по-английски о русском Китае». И вторая в 2017 году «Осколки памяти», где стихи можно прочесть на двух языках. Я оказалась вовлечена в подготовку к печати этой последней книги. Мое общение с Норой, сильной и в то же время хрупкой, мудрой и восхитительной, изысканной и благожелательной, с ее глубокими стихами о радостях и трагедиях длинной человеческой жизни, стихами, полными особого аромата и самобытной прелести, сделали мою жизнь ярче и богаче. В апреле этого года Нори исполнится 99. В моих стихах вся суть как на ладони, хотя ладонь моя полна секретов. Все эти линии – следы огонь и ожидания роковых ответов. «Юность мне подарила чудесные весны, сплав застенчивой робости с верой в себя. Были сны так легки, а печали наносны. Все пронзал пульс стревоженной бытия. Озарение казалось, казалось прозрение за углом, за порогом огромная жизнь. Для самоуглубления и для свершения, что бестопия болотная, бестлена, бестризм. Дальше рост. Из подъемов, потом опаданий. Составлялись года, наполнялись года. И однажды, в момент задушевных признаний, скажешь, порох мне не выдумать. Никогда. Не создать никогда карамазовых братьев. Значит, ставка на счастье, избрание взамен. Миру ясному, складкам беременных платьев, отдаюсь безраздельно в пожизненный плен. Я мою тоску не примечаю, заливаю водопадом слов. Как положено, так принимаю, не ищу таинственных основ. Знаю, тосковать необходимо. Без тоски какой же я поэт? Слишком много пропускаю мимо. Прикоснулась, обожгло и нет. Мы, мы лечились Парижем. Французским и русским. Богомольным, похабным, широким и узком. Красота каждодневна, как хрустный батон. Бредит славой и гением пантеон. В ресторанчике русском вечерний звон бредит. Мы лечились Парижу. В листве зрела осень. У облака промывалась умытая просень. Пестрый город, говар-метро и манмар. Город яркий, как ярмарка. Мудрый, как сад. Тасовал нас колодой разыгранных карт. Париж. Джакарянта роняет листву, как перья. Оголясь, расцветает персидским цветом. Вопреки реальностью и неверью, Возрождая женщинам и поэтам. Этот праздник кожи и обоняния Тянет в мир таинственный за порог. И сомнения старые, и прощания на развилке дорог. Тяжесть лет свинцом на моих подошвах. Шрамы тонкие светятся на запястьях. Дни скользят, замоленные, как четки. Но весна колтует. И это счастье. Как разобраться в прошлом? Прошлого было много. И возникали зовы, радость, любовь, тревога. И рассыпалась вера, и обжигала жажда. Можно к любви тянуться. И полюбить дважды. И разлюбить можно. И пожалеть тоже. То ли себя, то ли. Вырвалась из неволи. И собирай крохи. Где-то метались сполохи будущего. И вдруг замкнулся круг. Была долгая жизнь. Значит, счастливая. Спасибо. Спасибо за двору. Я ей передам ваше предназначение.